привет друзья сегодня с нами ярослав ирина и антон и сегодня мы будем играть в игру и штар garden of baby on и штар сады вавилона это относительно новая игра бруно катала бруно катал это такой довольно знаменитый дизайнер он автор five tribes abyss и все в честь дуэль тоже он один из авторов то есть он такой знаменитый довольно мастер евро евроигр и это его очередная евро игра довольно абстрактная но тема тут есть тема тут в том что мы выращиваем сады где-то посреди пустыни и кто из нас будет самым классным садовником тот в конце и побеждает побеждает только бы больше очков победных так что у нас тут по правилам мы ходим по очереди переставляя вот эту лейку и когда вы представляете леечку вы берете верхний тайл и располагать его на поле либо вы можете заплатить еще кристаллы чтобы лейку продвинуть и использовать следующий тайл когда тайл сада вы выкладываете на поле он обязан приклад он обязан быть приложенным к фонтану прилегать либо к уже выложенным файл сада то есть у нас вытекает вода из фонтана и распространяется сад когда вы выкладываете вы можете выкладывать поверх кристаллов тогда вы себе забирайте нельзя выкладывать поверх фонтанов нельзя выкладывать поверх уже выложенных тайлов садов и нельзя выкладывать поверх священных камней когда вы выкладываете тайл со значком каким-то специальным то это значит что вы можете активировать специальную способность когда там нарисован чувак это значит что вы можете выставить одного из своих чуваков на этот тайл если это нарисована звездочка это значит что вы можете активировать одну из своих супер способностей заплатив за нее два кристалла а если вы просит кто вы выбираете одно из этих двух действий при этом нельзя чтобы тут у нас есть садов а на этих садах есть клумбы и эти чуваки контролируют клумбы как каркасоне и нельзя чтобы соединились клумбы на которой контролируют но чтобы соединилось две клумбы на которых два чувака и нельзя чтобы соединилась одна клумба которую которую контролирует один чувак в двум фонтанам вот способности чтобы верхние способности использовать нужно заполнить сначала нижнюю Нижние дают какой-то эффект прямо во время игры Верхние в конце игры Приносят за что-то конкретно победные очки Здесь вы получаете два дополнительных кристалла Здесь вы получаете штучку, которую можно выложить на поле Здесь вы получаете другую штучку, которую можно выложить на поле Здесь вы бронируете карту, получаете еще одного чувака Здесь вы бронируете тайл, получаете еще одного чувака Здесь в конце игры вы получаете по два победных очка За каждый тайл Нет, за каждый священный камень, к которому примыкает Ваша клумба Здесь вы получаете просто 7 очков И получаете способность для вас Любой значок вы можете использовать как хотите Вот если вы Эту способность запланили, то в конце игры получаете За камни Ну за драгоценные камни победные очки Здесь вы в конце игры получаете победные очки за деревья А здесь получаете в конце игры победные очки За чуваков, которых вы не выставили на фолье Ну, которые вы получили За этих не получили Это все вым Rot policy Не-не, я вот так и оставлю Итак, в конце игры мы получаем очки за карты деревьев, которые мы построили, за цветы на наших клумбах, за фонтаны, которые мы контролируем, то есть количество кружочков в клумбе, которые примыкают туда, на которых стоит ваш чувак, количество этих кружочков больше, чем на количество кружочков в чужих клумбах, это значит, что вы контролируете фонтан. Сиреневый приносит 4 очка, красный 6, а белый вот А8. И еще в конце получите победные очки за ваши суперспособности, и все, только вы больше победили. Дерево мы сажаем после того, как тайл выложили. Да, 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 точно, в конце хода еще можно заплатить количество кристаллов, которые здесь написаны, чтобы получить дерево. А мы начинаем всегда от фонтана, да? Да, всегда от фонтана. Слезы богини Иштар из земли. Что я хочу? Хочу... Походить? Да, кристаллы хочу. Ой, сложно как. Хорошо, не нравится, что идет так далеко. Пришел на самый другой фонтан, да? Да. Хорошо, Антон, как ты? Получается, я, ну, если не прокручивать, я беру просто этот тайл. Не, не, ты обязан ее продвинуть. А, обязан? На один. Ага, это тот, который я делал. Ага, то есть я продвигаю на один. Это же значит, что я возьму какую-то способность использовать. Да, да, из своих. А, 10. Ну, тебе надо на нее будет кристаллы. Ага. Ну да, как раз, ну, первый ход можно как-то так положить, чтобы побольше... А, вот, тут положил. Так, так. Теперь у меня есть три кристалла. Стоимость это... Два кристалла, да? То есть это плюс два кристалла, это заплатка. То есть я выбираю взять на нижнюю. Ага. А тогда что можно помнить? Тоже такое. Такая штука. Так, а это... Забронировать карту Диэль. А, забронировать, это забронировать тайл. Ага. Можно выбирать просто потому, что я вверху хочу. Ну да, да. Так. Ну, давай мне тогда вот такую заплатку. То есть я плачу за нее два... То есть я тебе не буду ее положить? Да, тебе ее надо сразу укладывать. А, мне надо положить именно это. То есть я не могу на пустые положить. Да, да. Только сверху. Ага. А вот это... Тоже такая маленькая. А, ну такую я могу, правильно? Да. Ну вот ее туда. То есть я типа кристалликом отмечаю, правильно? Два. Два, два. А, два, да. Т-дин выкину. Да. И теперь беру такую штуку и куда-нибудь сюда себе ее кладу. Угу. Угу. У тебя еще один доставник остался, да? Да. Я передвигаю сюда. Нет, это не может... А, вот так. Вот так, да. Угу. Это не будет. И я могу способность куда-то использовать. Я, наверное, забронирую себе... Как это правильно? Раз... Вот. Возьму садовник отсюда. Забронирую себе клубу. Забронирую вот эту. Угу. Вот. А я придумал хитрый ход. Я передвигаюсь сюда. Беру вот эту штуку. Кладу его здесь. Вот я знал, что-то случится. И... Это теперь моя штука. Какой ты за... Забронируешь. Вот я думал, рискованно ли в этой игре, а вот... Просто там для меня подготовили и все. Я боялся, что ты это сделаешь. Я тоже боялся. Ну, у меня не было возможности. Мне нужно было заплатить. Да, надо платить. Я бы платил за такое. Просто, чтобы забрать чужие. Надо было мне заплатить. Понял, чтобы... Походу, надо реально начинать, чтобы своего чувака оставить. А то у тебя это... Ну, и вот такую какую-то, знаешь, типа беспонтовую. Так, я, получается, прокручиваю, да? Угу. Сколько стоит, чтобы прокрутить еще? Еще кристалл. Можно забрать мою? Да. Ну, убираю. У меня там немного. ПВП? Ну, это доброе, абстрактное евро, в котором мы воюем с... Да, у нас... У меня в Каркасон такие были зарубы вообще. Там, когда... Особенно с дополнениями. Там куча вариантов. Чужие замки отжать. Там, блин, просто трэш происходил. Так, получается, я могу поставить своего чувака только на вот это место. Да, да, да. То есть я вот так вот не могу сделать, например. Мне нужно именно как-то вот это... Ну, вот так. Но пока я не контролирую фонтан этот. Нет, ты вообще тебя там не присутствует. А, ты его можно контролировать. Нужно, чтобы твоя полянка прям к нему подходила. Поэтому ты можешь просто поставить свою волю, тебе неудобно. А как потом этот фонтан... Можно тут к нему другие полянки пристраивать, да? Да. Но только, чтобы... Ну, полянка была большая. И вот так вот можно. Ну, то есть чем больше полянка, тем больше ты фонтан контролируешь. Да, так, по-моему? Да. Это я себе забираю и ставлю сюда своими человечками. И... и все. Угу. Я продвигаю эту штучку сюда. Да, можно несколько деревьев вот садить. Угу. Угу. Ну, то есть ограничения по ресурсам просто, да? Ну, максимум пять. Они потом обновляются. Я пока не буду вот это делать, я возьму все-таки вот эту. А ты передвинула? Да. Ну, я даю вот это поставлю. Нет. Не буду я вообще ее брать, я все-таки вот... Включаю всяких... Ладно, нет. Дай-ка. Шо? Кто? Э? Сышь? Ты все-таки снимаешь видео, Ярослав. Сейчас. Шо? Э? Сышь? И тут в бройке написано тебе запорожский сленд. Не, он же с Кичхаса, ему можно. Никто не знает. Суровый Кичхасский на столке. Да, никто в Запорожье не знает, что такое. Но в Ханое люди из Запорожья знают, что такое. Ну да, пока мы у нас на Лен-Лен. Да все, забирай. Я тут уже отжал себе супер-место. Смотри, сейчас Антон придет, тебя отожмет обратно. Так, я хочу себе... Блин, вот столько всего хочу. Вот это меняют... А, подождите, тут я могу что-то купить. Так, три. А вот 13. Два белых. А, ну все, я вот эти просто меняю на два белых. Дай мне два белых. Держи. Как ты берешь, что-то белых. Вот так. А, ну все, блин. Вот, и в конце хода я строю этот за 13. Мощный такой. Высотка. Опа. Так, мне надо покрутить, да, получается? То есть этот мне... Ты это брал, да? Да. Так. Я понял, это мы леечкой поливаем, типа, цветочки. А-а-а. Понял? И они растут. И они растут, да. И мы садовнички. Ну ладно, кладу вот так. Я сейчас отстрою себя от фонтана и не смогу никак туда... Так, а что прокрутить? Не, наверное, я прокручу все-таки. То есть эта штука была тут, возвращаю. Просто очень хочется фонтан себе забрать. Скидываю, прокручиваю сюда. Беру вот эту штуку и вот так вот кладу. Да, это мой фонтан. Ты не можешь поставить сюда в микрофон. Да, ну у меня он стоит там, как бы. И действия тоже не могу сделать, потому что у меня нет. Все. А, я же соединил прям с этим, потому что вообще неплохо. А можешь напомнить, эта штука все-таки будет контроле смотреться по количеству цветочков или по количеству полянок? По количеству полянок. Полянок, угу. Полянок? От тайников? Нет, кружочков. Это сад, это типа... Цветочков раз, два, три, значит больше. Нет, нет. А как? Именно в контроль фонтанов считается, сколько кружочков с клумбой. Да, то есть вот это вот один кружочек считается, а не два цветочка. Понятно. Я думаю, сейчас что-то делать. Камни, наверное, такие самые засушливые места в пустыне. Мы туда типа как воду проводим. Или озеленяем. Ну, священные камни не трогаем. Ну, священные, нет. А обычные, спокойно. Может, вместо них цветы. Блин, знаешь, есть четкая тема в саундтрек под эту игру. Была песня у этого, Газманова, по-моему. Говорил мне, хан, не ходи на бархан. На бархане цветы не растут. Но я очень упрям. И что-то, и мои макет цветут. Это старая. Это очень старая песня, но она, в принципе, очень отражает суть этой игры, мне кажется. Я не помню ее. Ты очень молод. Ну, боже мой. Я помню Газманова. Это хитрое. Так. Вот это. Не, не нравится. Ты прокручивала эту штуку? Потому что я брал. Какой? Вот этот брал. Ты брала вот этот. Я брала свой. А, ты свой брал. Понял. Я хочу вот этот, чтобы прокрутить. Выставляю тут. Как-то так. Вот. В чужих харчах. Наверное, строят эту пусечку. Этот 2-4. Кто-то настроен победить уже этой партии. Так. Я прокручиваю тоже. Получается. Это прикольная штука, конечно. Ну, я так и останусь без кристаллов вообще. То есть, я что могу, я просто могу подкинуть это к своей поляне и все. Так же нельзя. Было бы неплохо, конечно. Ну, вот тут можешь подкинуть. Да, но тогда это не будет частью моей поляны. Да, да, тогда это я. Мы с тобой отгребем. А, отсюда я не могу, потому что я тогда соединю мыши. Да, это в ней мыши. Ну, тогда просто положу, чтобы это была частью моей поляны. Я сознательно избегаю всех кристаллов. Кристаллов между ними. Кристаллов между ними. Кристаллов между ними строят там, где нет камней. Для меня все камни священные просто в этой игре. Сейчас я подумаю, что по деревьям у нас. Я беру уже слишком маленькую. Все. Круто. А, нет, даже не мои еще. Это я просто в центре выхожу, чтобы все за ним боролись. Ага, ну хорошо. Я еще хожу. Давай. Я резервирую карту и чувака. Чувака взял, а карту. Вот это. Так, ну получается я вот эту штуку прокручиваю, беру все вот этот тайлик. Ну, в принципе, я могу его сюда приложить, даже немножко кристаллов получить. Ой-ой, что-то ты проиграешь своей стратегией. А, ну, сорян. Так, и как раз мне хватает дерева. Вот я скидываю два красных и белых, и запираю это дерево. А сажаю его где угодно, оно, в принципе, на что отопрегает вообще? Вот если кто-то такую способность заполучит, то оно приносит по два очка за каждое дерево рядом с твоей клумбой. Ну, т.е. на клумбу я не могу его посадить? На клумбу не можешь. Ну, вот так. Да, вот тут. Вот ты твоя зверя от твоего. Да, никто. Я плачу один кристаллик и прокручиваю его сюда. Ты уже что-то собрался отжимать? Ну, я собрался отжимать. Я просто, как мне, меряю. Я просто хочу понимать сразу, что у меня было три. Хитренько так. Вот разве что тут? Там Антонова я может отжать. Вот так сделаю. Вот. Теперь у меня есть штучка, я заплачу. Сейчас вот. Плачу два кристалла. И теперь у меня любой субавный какой-то. Угу. Это бонус. И покупаю себе дерево. Вот это. Я пошел сюда. Угу. Тут еще если сильно хитро играть, то деревья можно блокировать от вот этих приколов. Угу. Угу. О! А то это будет не моя пломба, да, у нас это соединяет? Не моя. Что? Дерево не соединяет. Дерево не соединяет. Угу. 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 Ну я ж могу захватить шляму, за которую все должны драться? Да, да, я только что выбирал брать её или нет. Так, с... А, подожди, я... А, да, я просто... А как это? Она же так вон там не прилегает. Ничего? Да, но она... Ну типа водичка течёт вот по этим, через тайлики просто. Тут образовался абсолютно соседний тайм. Получается у тебя остров такой, да, из трёх цветочков. Так, я хочу вот это использовать. То есть я себе должен какое-нибудь дерево... Зачем вот это самое дорогое? И человечка себе беру. А я могу соединить эти две поляны? Нет, нет. Потому что я даже свои не могу соединить. Нет, вообще нельзя. И у меня теперь что нужно купить дерево, нужно не купить. Не буду покупать. Когда игра заканчивается? Когда два из вот этих штук... Два пустых беста. Два пустых беста будет. Ну скоро, типа. Так знаете, что они тут сделали даже тайлы под тайлы? Ну они смущенно раскладываются. Ага. Ага. Ну всё они. И на них тоже по картиночке там не помнишь? Мажор. Да. Я строю свое дерево. Мажорное. У меня тут, смотри, деревья... У тебя с него кристаллы торчат. Да-да. Так они все... А море дерево вообще на кристалле растет. Ну это не моё, ладно? А вот это... Кристалл образцово, смотри. А это прическа каре такая называется? Вот. Смотри, тут кристаллы и сверху них дерево. В нулевых, да, на тебя была поваленка, Даша очень молодая женщина прическа тоже. Ты помнишь? Я их не помню, это нулевые. Я хожу, да? Нет. Мне кажется, в суперсемейке там была женщина, которая им костюмы шила, у нее вот такая была прическа какая-то. Как я встретила вашу маму, у Лили была такая тоже. Угу. Несколько серий. Так, я хожу, да? Прокручиваю, беру эту штуку, надо добыть себе свои кристаллы. Подожди, я туда можно строить? Войнот. Войнот. Вот это у тебя вообще там застроенный угол. У меня тут мой лес. Угу. Ну лес, мне кажется, больше очков приносит. Я все. Прокрутила, взяла. Меря, как мне так захватиться больше кристаллов? Вот так. И теперь я могу брать себе бонус. Сейчас только подумаем, какой. Беру вот этот. Угу. И дерево вот это. Одинаково. Деревья. Хитрые. Все? Угу. Я вот сюда прохожу за кристалл. И вот это. Вот так. И вот это. И вот это. Я переживаю вообще. Ничего не успею, мне кажется. Потому что я первый игрок. Ну да, ты сейчас если заберешься, заканчивается игра. Ну тогда, короче, я вот тут кладу. Угу. Да, я тоже тут хотел выгребать. Вот. И получается у меня... Подожди, не хватает? Что-то математика обошиблась. Нужно другой цвет. Да, я думал, что мне надо... Вот тут еще можно. Ладно, я не помню, как оно было, поэтому... Ну, это все. Красный, фиолетовый, фиолетовый. Что, у меня три в трех? А, вот так, да? А мне нужно, получается, наоборот, два красных и один фиолетовый. Да. Угу. Есть вот такая комбинация? Как в Каркасоне, я думаю, тут можно рассказывать друг другу, типа, чтобы скорость игры увеличить. Я не вижу. Я тоже не вижу два красных. Можно. Есть скопление сиреневого, есть скопление красных. Ну, смотри, ты можешь... Там нет смысла, это лучше себе. Смотри, ты можешь вот тут поменять. Положить два любых и два любых взять. А-а-а. Поэтому ты можешь воспользоваться. А там у тебя со способностью? Да, со способностью. А, да. Ты можешь это сделать. То есть, получается, я могу вот этот поменять на... Нет, ты сюда их кладешь. А. И берешь себе любые... То есть, я беру себе, допустим, два фиолетового, беру себе красный и фиолетовый. Да, да. Вот, теперь это все трачу. И строишь супердерево. Строю дорогущее дерево. Ага. Ну, вы поближе ко мне построите. А то вы... Волглах. Все. Жмем, кстати. Все, пошли. Просто это рыжий лес чернобыльский. Угу. Ой, я там... Там во втором сталкере можно было бегать. Все. Это можно оживьем там побегать. Да. Ну, это... Да. Это, получается, все уже, да? Да, все, конечно. Как-то... Типа все доходят до первого игрока, я первый игрок, все. Она... Да, сейчас я думаю, что это сделать. Я поэтому и переживал, так ничего не сделал. Только вот это... Ну, хорошо, что я успел это дерево построить, конечно. Да, да. Очень стремительная игра. Не успел вот это взять, конечно. Хотел, чтобы за деревья очки получать еще. Угу. А я только туда и успел. Неплохо. Угу. 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что, все? Да. Считай бочки. Давай. Так. Я, А, И. За карту деревьев. Миллион. 32. 19. 16. 16. 16. За цветочки на ваших... Просто считаем цветочки. Да. 19. У меня 18. А у тебя очко. Контроль фонтанов. Сиреневый Ире. Розовый мне. Сиреневый Ире. И белый Ире. Жесть. И красный тебе. Ира 16. И мы по 8. Жесть. Но сиреневый это же самое дешевое, да? Да, да. Но она пришла все фонтаны отжала. Ну что, ты так удивляешься, будто бы там сильно большая разница. Ну 8 очков. В чем-то ты побеждаешь. Да-да, не важно. У меня река, всегда сортирел. По деревьям. За способности у Иры 7. А у меня 1, 2, 3, 4, 5. Здесь еще 10. У меня 0 получается. Да. Блин, тебе же считать надо. 50, 60. 68. У меня... Ну а ты быстро считаешь. Кононист. 48. Ох, мне кононика моя помогает считать. Сейчас вот где бить скрипитом все. Мы гуманитарный институт очень помогает считать. Минус. Вообще ничего. 41. 48. 68, 48, 48. Как телефон чей-то. 68, 48, 48. Звони в такси. Ну что ж, мы доиграли. Я рад, что на видео попала та партия, где победил я, а не как обычно Ира. Потому что в эту игру Ира меня выигрывает жестко и часто. Как тебе играл? Прикольно. Ну, она не самая лучшая, которая у нас есть дома. Но в нее всегда интересно играть. Тебе как? Ну, мне нравится, что она, во-первых, очень красивая. Да. Мне очень нравится, когда механики из игры подкрепляются какими-то вещами из реального мира. Это просто моя любимая фишка в настольных играх. То, что здесь те фонтаны, из них выливается вода, клумбочки. Мы там орошаем пустыню. Вот. Ну, насчет баланса и всего такого я сказать не могу. Играю в нее второй раз в жизни. Там тактики, еще не знаю. Довольно легкие правила. Вот. Ну, очень неплохая. Не уверен, абстракт это или нет все еще. Ну, это как бы евро, но оно очень такое. Ну, сейчас рассказал про фонтаны. И я сейчас сам рассказывал. Деревья растут. Ну, все это... Для меня абстракт это там что-то другое. Ну, она довольно абстрактная такая вот. Но красивая, да. Мне нравится, что здесь столько стратегий. И, с одной стороны, мне нравится, что она так быстро заканчивается и хочется попробовать еще. Но обычно мне как будто бы не хватает. Я никогда не успеваю ничего тут сделать. То есть, у меня там одна. Вот я такой... Последний ход успел за деревья получить. И все. Это игра, в которой ты не думаешь, а что бы мне сделать, потому что мне нечего делать. Да. Это игра, в которой у тебя миллион вариантов, что поделать. И приходится тебе решать, а что же тебе интереснее делать. И что тебе принесет больше очков. Да, я, кстати, постоянно пробую какие-то новые варианты. Я первые пару игр делала все одно и то же, а потом пробовала. Вот первый раз, когда я несколько фонтанов захватила. Ну, то есть, ты выбираешь чем заниматься как бы в игре, а не играть тебе говорить. Вот оптимальный вариант. Да, да. Вообще, я все пробовал, оптимального я никогда нету. Ну, сегодня у тебя получилось, как бы ты захватил чужие территории. Да, да, да. Я пришел, отжал территорию и засадил себе все там. Не, ну, я вначале просто немножко не помнил, как она играется. Вначале очень сильно как бы тупанул. Все, спасибо вам за игру. Спасибо вам за просмотр. Пока. Приходите еще. Пока. Пока. Пока.